Продолжение следует... Что пьяный матрос выходит из бара и оказывается на дороге, которая перед этим баром идет. Вот так качает из стороны в сторону, и он случайным образом делает шаг куда-то. В одну или в другую сторону. Он останавливается, его снова качает, и он снова делает шаг в одну либо в другую сторону с равной вероятностью, причем направление следующего шага. Шага никак не связана с направлением предыдущего шага, оно совершенно случайно. Ну, у меня наша обезьянка, которая раньше участвовала в каких-то наших роликах, согласилась поучаствовать в роли этого матроса. Облуждание вправо или влево я буду обеспечивать с помощью монетки. Вот так. Орел. В эту сторону на шаг. Решка. А, сори, орел. Еще раз шаг сюда. Посильнее надо кидать. Орел. Еще один шаг в ту же самую сторону. Решка. Шаг назад. Решка. Еще один шаг назад. Орел. Орел. И решка. Так далее. Ну, и понятно, что если я вот так сто раз кину монетку, то самое дальнее, куда в принципе могла бы уйти моя обезьянка, это было бы сто шагов вправо, если бы сто раз выпала орел, и сто шагов лево, если бы сто раз выпала решка. Ну, это, конечно, крайне маловероятные события. Понятно, что обезьянка в ходе этого блуждания, в принципе, может оказаться и здесь, по центру, может агати на какое-то расстояние. И вот спрашивается, ну, а каков тут диапазон, в котором после ста шагов мы, в общем-то, можем ее обнаружить достаточно вероятно. А где уже ее обнаружение будет весьма маловероятным. Ну, и чтобы ответить на этот вопрос, мы возьмем и сейчас помоделируем этот зешамый процесс в Excel, и что в этом самое приятное, что вы тоже это можете вместе со мной проделать. И для начала я в первом столбце пронумерую его ячейки последовательно, так потом будет удобнее строить график. А вот во втором столбце я уже буду строить нашу блуждающую величину. Ну, она будет стартовать с нуля, я в первую ячейку пишу ноль. А теперь посмотрите, что делаю. У нас есть такая функция. Случайное число. ЦЛЧИС. От никакого аргумента. И эта функция выдает случайные числа на отрезки от нуля до единицы. Ну, давайте потянем за ушко, посмотрим на них. С равной вероятностью распределенные, размазанные по этому отрезку. А из них мне нужно получить минус единицы и плюс единицы. Ну, поступлю вот так. Отниму отсюда минус 0,5. Теперь у меня получились числа на отрезке от минус 0,5 до плюс 0,5. А теперь возьму и применю к этому делу функцию знак. Потянем. И вот мы получили случайные единички и минус единички с равной вероятностью. Ну, еще, конечно, если бы у нас аргументом функции знак был ноль, то и сама функция была бы нулем. Но вероятность такого события ничтожно мала. Мы можем ей пренебречь. А теперь надо устроить накопление. Это означает, что вот то, что стоит во второй ячейке, надо сюда еще прибавить содержимое первой ячейки. А дальше вот такую штуку плюс предыдущая ячейка я тяну вниз. Ну, и вижу, что такое накопление происходит. Ну, и я одну последовательность получил. Пожалуй, мы еще вот что сделаем. Возьмем и сразу несколько таких последовательностей будем строить. Ну, скажем, скопирую сюда, эту пару скопирую сюда, сюда, сюда и сюда. Вот я получил 10 таких цепочек. Все они разные. Ну, и надо еще сами цепочки сделать подлиннее, чтобы график было строить интересно. И сейчас мы на этот график посмотрим. И вот я построил сразу 10 таких блужданий по 400 шагов. Ну, и видно, что одни из них ушли от нуля в одну сторону, другие в другую сторону. Ну, а отошли в среднем, ну, это шагов на 20, да? Ну, давайте теперь я вот могу покликать Ctrl-S и графики все перестраиваются, меняются. Ну, и видно, что блуждания в целом ведут себя так же, хотя иногда есть и такие, которые отклоняются больше. Вот как сейчас вот это темно-синее наверху. Иногда все уже, иногда разброс сильнее. Покликаем еще. Вот смотрите, малиновое отошло от всех. Ну, и в общем, теперь мы должны взять и теоретически вывести, каков будет разброс блужданий в среднем при N шагах. Ну, в частности, вот здесь при 400 шагах. Давайте же возьмем и это сделаем. И теперь мы проделаем вот такую красивейшую процедуру. Возьмем и обозначим через SN, ну, результат случайных блужданий после N шагов. Значит, это сумма А1, А2, А3 и так далее, АНТ, где каждая А это величина, которая с вероятностью 50% может принимать значение минус единица и с вероятностью 50% значение плюс единица. То есть все это есть случайные величины, а это их сумма. И теперь мы возьмем и SN умножим само на себя. Ну, возведем в квадрат. Ну, соответственно, мы должны взять вот такую скобку из N слагаемых и умножить ее саму на себя. Ну, и удобно записать произведение в виде таблицы. Нам нужно складывать все вот эти числа. N на N, их N квадрат штук всего. Значит, в первой строчке. А1 умножить на А1, то есть А1 в квадрате. А1 на А2, потом А1 на А3 и так далее, до А1 умноженное на АНТ, на последнее. Вторая строчка. А2 на А1 умножить на А2, то есть А2 в квадрате. А квадраты уже выделяю другим цветом, они по диагонали будут стоять. И так далее, до А2, АНТ. Ну, и потом А3 на все, А4 на все. И, наконец, АНТ на А1, АНТ на А2, на А3 и так далее, до АНТ в квадрате. Вот теперь вот это СНТ в квадрате, это сумма всех этих членов. А теперь посмотрите. Я теперь буду усреднять СНТ по всем возможным исходам. Ну, и смотрите, все, что записано здесь, ну, если здесь плюс единичка, то это плюс единичка в квадрате, а минус единичка в квадрате, это тоже плюс единичка. Все вот эти диагональные члены при усреднении дают единички. А все вот эти члены, которые не диагональные, что с ними происходит? Ну, тут четыре исхода всего может быть. А первое и А второе оба плюс один. И тогда произведение единица. Если они оба минус единица, то произведение тоже единица. А если одно из них, А первое положительное, а второе отрицательное, то произведение будет минус единица. И наоборот, если первое отрицательное, а второе положительное, снова минус единица. Итак, у нас два раза плюс единица и два раза минус единица. А всего в среднем, вот эта скобочка, она в среднем равна нулю. И все, не скобочка, в смысле, вот это произведение. И все остальные, не диагональные произведения, они все обращаются в ноль при усреднении. Вот так мы это здесь запишем. Скобка вот эта фигурная будет означать усреднение. То есть, это сумма всех вот этих элементов. Ну, все не диагональные нули, а все диагональные единицы, их всего н штук. Поэтому вот эта усредненная величина равна н. Ну, и это, значит, у нас средний квадрат отклонения. Дисперсия его называют в науке. А, соответственно, средний квадратичное отклонение – это корень из этой величины. Ну, и поэтому средний квадратичное отклонение – есть корень из числа шагов. Корень из н. Ну, то есть, сделали 100 шагов – средний квадратичное отклонение будет корень из 100 десятка. Сделали 400 шагов – средний квадратичное отклонение – 20. Сделали 10 тысяч шагов – получили средний квадратичное отклонение 100. Растет как корень. Ну, и что тут еще можно сказать? А вот еще что нужно сказать? чтобы вот что нужно понимать, что это среднеквадратичное отклонение. То есть заметная часть таких блуждающих траекторий, она находится внутри вот этого как бы корня из Н. Но это среднее, это значит, что есть те, которые выходят за эти пределы. Ну и вот это и есть то представление о том, что происходит в целом с траекториями, которые нам нужно получить. Да, есть и такие, которые очень далеко выходят. Там одна во всем испытании вообще на Н удалится, если у нас все время будут орлы. И одна одолится в другую сторону, если все время будут выпадать решки. Но смотрите, у нас число испытаний это 2 в степени Н. Ну типа мы произвели 100 испытаний, 2 в сотой это сколько? 2 в десятой это тысяча 24, грубо тысяча. Значит это тысяча в десятой, тысяча единицы с 30 нулями. Вот одно всего испытание у нас уходит на из единиц с 30 нулями испытания. Одно всего уходит как бы все время орлами, а одно всего решками. Ну и там что-то есть, вот здесь конечно, но их там очень мало. А в основном они сосредоточены вот в этой области, которая корень из Н. Ну и это и есть наш главный результат, который нужно знать про блуждания. Ну вместе с представлением, которое мы получили, посмотрев на конкретные блуждания. И я вам очень советую, если вы этого пока что еще не сделали, а ролик смотрите. Все равно написать вот это дело в Excel и посмотреть на блуждания, привыкнуть к ним. Создать образ того, как это происходит у себя в голове. А теперь я решил построить одно блуждание в 10 тысяч шагов и поиграться с ним еще. Ну корень из 10 тысяч это 100 среднеквадратичное отклонение. Видно, что в этом испытании мы в сотню в основном вместились. Давайте теперь поделаем другие испытания. Раз, еще раз, еще раз. А вот посмотрите на вот это, как оно сильно отошло в сторону. Где-то с двухтысячного начало уходить в одну сторону и к 10 тысячам обратно не вернулось. Снова близко. Теперь вот такое, еще вот такое. Смотрите, какие один разные. А вот это ушло в сторону практически с самого начала. И спрашивается, а если ждать еще долго и долго, вернется оно когда-нибудь к стартовой точке или нет? Какова вероятность того, что оно не может вернуться? Какова вероятность того, что оно вернется? Ну вот это вопрос, который я хочу вам задать. И ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok